7 апреля в детском саду номер 29 прошел урок по сортировке мусора. Детям рассказали, какие бытовые отходы могут стать полезными и для чего в городе стоят зеленые контейнеры. Бутылки, бумагу, картон и прочее другое. А вот в серый бак надо только пищевые отходы, например, кожурку от апельсина. Подобные уроки для дошкалят сотрудники компании, занимающиеся сбором и вывозом бытовых отходов, начали проводить еще в прошлом году. Познавательные занятия проходят ежемесячно в разных детских садах города. Газета у нас зеленая, потом у нас с нее сделают новую газету. Детям очень нравятся эти уроки. Мы уже с конца 2015 года проводим ежемесячно эти уроки в садике. Договариваемся, руководители с удовольствием соглашаются поучаствовать в такой акции. И дети очень активно участвуют и их не оторвать от урока. Экологическую тему, которую детям преподносят в игровой форме, развивает и персонал детского сада. Дети учатся бережнее относиться к окружающей среде и давать вторую жизнь ненужным вещам. Такие развлечения, допустим, как использование вот этих вот бытовых отходных материалов, применение их, допустим, на занятии ручного труда. Либо где-то, допустим, мастеруют они поделки на улице вот эти вот, да, и потом украшают участки. Проводилось с детьми мероприятие тоже экологического направления. Это мастерили вместе с воспитателями и с детьми костюмы. Отметим, что с 2017 года на федеральном уровне могут запретить захоронение на полигонах отходов, имеющих в своем составе ценные компоненты – пластик, стекло, бумагу. И привыкать к раздельному сбору мусора нужно учиться уже сейчас.